Всем привет. Я рад вас приветствовать на информационном видеоканале для разработчиков ITVDN. Меня зовут Сергей Рубец. И сегодня мы продолжим наш курс. Третье занятие. Погоним о припроцессорах для CSS. На прошлом занятии мы уже познакомились в целом о идее припроцессоре и посмотрели это на примере для HTML. Сегодня мы будем говорить про CSS. В принципе все те идеи о которых мы говорили с вами на прошлом занятии, они справедливы здесь. То есть это переменные, циклы, миксины, какие-то функции дополнительные полезные, инклюды. Все это тоже здесь есть. На сегодняшний день существует разное количество припроцессоров. Самый знаменитый из них это SAS, это LES и это STYLOS. Вот. Самый популярный на сегодняшний день это припроцессор SAS. В принципе почти в каждой компании он используется в большей степени. Чуть меньше используется LES и еще чуть меньше используется STYLOS. В целом все они очень похожи, делают одни и те же все задачи. Единственное, что отличается немного синтаксис. То есть если в SAS создание переменной, допустим, одним способом, то в LES это другим, в STYLOS это третьим. Поэтому в принципе мы будем изучать сами SAS, потому что он самый популярный и востребованный в компаниях. Но в целом, когда вы поймете один из них, вам не составит вообще никакого труда разобраться с другим. Я бы еще раз хотел напомнить по поводу припроцессором. Это надстройка над языком CSS. В частности, да, мы говорим сейчас про CSS. Браузер сам по себе, он не понимает этот синтаксис. Он не понимает, что такое припроцессор, там, что такое SAS, либо LES. Как я упоминал уже в предыдущем занятии, он понимает только чисто HTML, понимает только CSS, понимает только JS. Поэтому для того, чтобы нам работать с SAS, нам надо преобразовывать код, написанный на SAS, в CSS. Опять же, для этого существует огромное количество инструментов. Мы можем использовать просто консоль, мы можем использовать аскронеры типа GALP, GRANTA, системы сборки вебпак и прочие полезные утилиты. На нашем первом занятии мы уже настроили с вами задачу под SAS. Давайте на это посмотрим. Вот она, смотрите. То есть мы ее назвали stylescompile. Все, что она делает, это берет наш файл man.sss. Далее, применяют к нему плагин SAS. Мы его выше подключили. Вот он. Давайте лишние строчки вот еще берем. То есть как раз вот этот плагин, он и занимается тем, что он берет SAS, из него делает в CSS. Далее, мы указали дополнительную опцию COMPRESSED. Это значит, что наш код будет минифицирован на выходе. В случае каких-то ошибок, он будет записывать их. Вот. В принципе, это опционально и мы можем вообще удалить это. Далее, мы просто переменовываем из просто main в main.min.css. Это только ради того, чтобы показать, что мы будем подключать минифицированный файл. То есть, если, допустим, мы хотели изначально получать обычный, мы сделали так, и рней бы нам вообще не понадобился. Вот. В таком бы случае, мы брали бы main.sss, применили к нему SAS. Он бы преобразовал из sss в css и далее положил бы просто по вот этом пути. Ну, так как мы будем подключать минифицированный файл, поэтому я применяю дополнительный параметр output.stall.compressed и переменовываю сразу, чтобы своим названием показать, что у нас будет именно минифицированный файл. Ну что ж, давайте поговорим про SAS. Существует его два разновидности. Это чистый SAS, syntaxes, и sss его еще называют. Отличие в том, что просто в SAS вы, получается, пишете вложенные теги с помощью табуляции. То есть, там нет точек запятой, там отступы табуляции. В принципе, то же самое, что у нас было в JD. В sss вы, в принципе, пишете так же самое, в css. Давайте посмотрим. Зайдем в раздел изучения SAS. Тут есть темы, да, переменные, импорт, миксины. В принципе, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз на баге. Ну, давайте, допустим, в импорты зайдем. И вот, обратите внимание, есть SAS, а есть scss. В данный момент мы находимся в вкладке scss. Если мы переключимся на SAS, то здесь, смотрите, точек запятой нету. Да? И вот в body у нас, как бы, вложенность показывается просто отступом. А в scss вот здесь вот есть вот эти вот кавычки, да? То есть, давайте здесь посмотрим. Тут есть кавычки. Перейдем сюда. Их здесь нету. В целом, писать и так, и так допустимо, но уже с давних пор так повелось, что все-таки сейчас пишут все в scss синтаксисе. Почему? Потому что это намного прощает, скажем так, переписывание кода с обычного css в scss. То есть, он обратно совместимый. Если вы возьмете любейший код на css и вставите в scss файл, у вас потом компиляция произойдет без каких-либо проблем. Вот. Но если вы его ставите именно вот в SAS, вот в такой формат, то компиляция не получится. Давайте повторим. У нас из предпроцессоров есть sss, less и stylus. В sss есть два синтаксиса. Это sss и sss. То есть, это не то, что там sss это отдельная технология. То есть, нельзя так говорить, что я там пользуюсь sss предпроцессором. То есть, предпроцессор это sss. Но у него есть именно синтаксис sss и sss. Так как наиболее популярное решение это sss, об этом я уже упоминал, мы с вами, соответственно, его тоже будем изучать. Предлагаю приступить. Я открываю код пен. Пока что. Вот здесь вот можно выбрать, да, less, sss, sss, stylus и по css. Вот. Выбираем sss. Нажимаем save. Вот. Написание тегов, селектора, в принципе, ничем не отличается. То есть, допустим, вы пишете а, пишите color, там green, да. В нем там, я не знаю, font sss еще. 16 пикселей. То есть, здесь отличий нет. Но, допустим, у вас есть там какой-нибудь div и в divu есть p. И вы хотите застилизовать только те параметров, которые есть в divu, да. То есть, ну, обычно вот эта ложность, такая вот. Как мы это можем показать с помощью предпроцессора? Достаточно написать div, а в нем мы указываем те теги, которые мы хотим, чтобы в итоге получились так, как я описал выше. То есть, я пишу p и пишу color, там, green, да. Font size 16 пикселей. То есть, на выходе будет div.p. Вот так вот. Далее. Допустим, у нас есть еще какая-то ссылка. Я хочу такую задачу сделать, да. Написать тройной селектор, ну, и указать, что что-то внутри. То есть, я просто беру вот сюда и дописываю. Пишу color, там, какой-нибудь yellow. Давайте посмотрим. Вот. То есть, это то, что будет на выходе у нас. В целом, писать вот такую вот ложность, ну, вообще не только такую, я имею в виду, допустим, ссылки, да, вы пишете, там, тег а, который находится в теге p, который, соответственно, находится в теге div, это плохо. Это плохая практика. Из этого очень много проблем в последующей поддержке проекта начинается. В принципе, я уже, когда мы будем верстать, затрону эту тему. Здесь я просто показал, что такая возможность есть. И, в принципе, такую возможность мы можем применять в таких местах. Опять же, какой бы там div и, допустим, у div там color red, но по hover, допустим, у него color, там, не знаю, blue, да. Так вот, вот здесь вот мы можем очень хорошо применить ту фишку. Единственное, о чем вы еще должны знать, что для того, чтобы повторить этот же селектор, с которым мы сейчас работаем, существует такой вот символ, ampersand, да. Вот. И мы дописываем hover, hover. То есть, мы говорим, процессор sas, возьми, пожалуйста, тот селектор, в котором я нахожусь, да. Мы находимся в теге div. То есть, вместо компрессанта подставится div. Вот на выходе давайте посмотрим. Вот оно, да. то же самое я могу писать, допустим, active. Вот. Ну, это такие мелочные примеры, то есть тут особо выгоды его может быть вы не увидите. Давайте посмотрим на другой пример. У нас есть блок, допустим, меню. меню, да. В нем находится, давайте вот так, меню, ли, меню item, название класса, да. И в нем будет ссылочка. Так, джесном не надо. Вот. То есть, смотрите, у нас есть список ul. В елке есть лишки. И в лишке есть ашки, да. Ну, соответственно, мы хотим каждый из этих тегов застелить. Стиль мы будем по классам. Опять же, потом я об этом скажу. Ну, в целом, стили теги голые, да, это тоже плохая практика. И почти-почти всегда надо этого избегать. Поэтому мы стелим по классам. Я пишу меню. В нем, допустим, у нас какая-то там ширина будет, да. Вот. А далее, смотрите, я хочу застелить меню item. То есть, по факту, что я могу сделать, я могу написать так вот. Дальше как-то стелить. И мне надо застелить меню link. То есть, я беру и через copy-paste я стилю дам. Но в целом, смотрите, у нас вот это вот слово, оно есть в каждом из этих трех селекторов. В таком случае мы можем воспользоваться тем же приемом. Написать амперсант. Добавить вот эти вот полосочки. Написать item. Раз. И то же самое мы сделаем с линком. Но в таком случае мы показываем, что возьми меню и добавь к нему вот это вот слово. То есть, это не то, что мы пишем вложенность. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова